Жители одного из домов Чебоксар теперь будут реже ходить пешком. Эта история не про то, как они забросили здоровый образ жизни, а про новый безопасный лифт в их высотке. Знаменитые высотки на улице Афанасьева в Чебоксарах. Подниматься пешком на 17 этаж каждый день нелегко даже очень здоровым людям. А ездить на старом лифте стало небезопасно. Он проработал 31 год. Вот так выглядело оборудование в машинном отделении. Один лифт у нас в прошлом году отключили. Уже год не работает грузовой пассажирский. И вот до последнего времени, значит, так вот с перебоем. Ну, боялись, жильцы уже боялись там ехать. Потому что он надребезжал, стучал. Ну, в общем, страшно ехать. Уже износ и в двигателе, значит, и в лебедке. Там уже износ большой был такой, что... Ну, все уже. Уже ремонтировать бестолку и то, что и опасно. Опасно для жильцов. Особенно у нас 18 этажные, это 60 метров. Если сорвется, это уже что-то там будет. На вопрос, что там будет, отвечает статистика. Каждый год в России из-за неисправности лифтов погибает 10-12 человек. Впрочем, данный дом эти печальные цифры уже не пополнит. Лифты здесь поменяли в рамках программы капитального ремонта. Государственная комиссия приняла их в эксплуатацию. Теперь дело за обслуживающей организацией. В данном случае это компания «Городской лифт». Все лифты соответствуют техническому регламенту Томожного союза безопасности лифтов. На обслуживании «Городского лифта» находится много лифтов данного производства завода-загодовители. И они зарекомендовали себя как комфортное, надежное и качественное оборудование для применения в многоквартирных жилых домах и административных зданиях. Однако тех, кто каждый день поднимается домой на лифте с риском для жизни в столицу Чувашии, еще много. По городу Чебоксары на сегодняшний день по статистике более тысячи домов, если это точнее быть 1124 лифта, уже фактически с просроченным сроком эксплуатации. То есть, получается, они отслужили более 25 лет. Они уже нужно рассматривать вопрос об их замене. Жителям многоквартирных этих домов нужно поинтересоваться, в каком году предусмотрена программа замена их лифта. Если сегодня сроки их замены стоят на более поздние сроки, нужно рассмотреть со своей управляющей организацией возможность переноса сроков замены этих лифтов. Для этого необходимо обратиться в органы местного управления, то есть в администрацию города Чебоксары. Там работает комиссия, которая фактически пересматривает сроки исполнения. Одно условие – идут навстречу жильцам и переносят сроки ремонта только в тех домах, где собираемость платежей за капитальный ремонт составляет 90%. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.